Продолжение следует... Продолжение следует... Я до сих пор нахожусь под впечатлением прошлой передачи. Такое у меня светлое, радостное настроение. Хочется его продолжать и продолжать. А вот, допустим, уйду я с передачи. А где я могу послушать твою музыку еще? Хороший вопрос. Ну, я могу домой, конечно, пойти. Ко мне. Да, и послушать. Ну, вот я как раз сейчас записала первый свой студийный альбом. Да. Да, это для меня огромный праздник. Потому что я шла к этому очень что-то долго. Лет девять, наверное. Восемь. Ну, в общем, вот как я пишу музыку, так и... У меня были, конечно, какие-то альбомы. Ну, то есть есть записи мои. Но они все просто записаны. Вот как был Слаева. Это просто я вот играю. Сразу же быстренько мы поиграли, записали. Ну, то есть не поработали особо там. А тут это была настоящая работа. Осознанный акт. Да. И завершенный, и цельный, да? Ну, да. Это серьезная работа. Особенно мне помог в этом Андрей Захаров, который записал большое количество саунд-дизайна, разнообразную, поработал над звуком арфа. Потому что электроарф очень сложно записывать, на самом деле. И акустическую тоже. И таких достойных записей. Их очень мало существует арфа. Потому что у нее какая-то своеобразная такая. Акустика. То есть вот вживую слушаешь классно, а когда запись как-то странно звучит. И Андрей прямо весь голову сломал, как ее там сделать красивой. Получилось очень необычно. И каждая композиция, она звучит по своему. То есть скоро появится диск, который можно просто взять и послушать. И купить, и послушать. Где-нибудь там. Где-нибудь. Я еще не знаю где. Еще я не придумала, что с ним делать. Ты его держала в руках-то хоть? Ну только в виртуальном мире. Ну как бы он существует уже. Как называться будет он? Вообще лица, я думаю. Лица. Не лики, а лица. Ну лики. Я как бы не думала об этом. Не рискнула. Ну это да, как бы так мощно. Ну это просто не лики, а лица скорее. Людей, лица моих окружений, моего близких. То есть ты писала с них портреты, да, буквально? Ну, можно так сказать. Каждый человек вдохновляет. Мы вот так вот встречаемся с людьми. Не важно, я не знаю, бабушка это, мама там, или просто прохожий человек. И вот каждый человек, ты как бы с ним обмениваешься чем-то таким, вот информацией, энергией. И ты это впечатление получаешь, да, и потом это как-то в звуках вырастает. Ну, так, а что-то возможно из этого? Или это все под секретом пока и нельзя? Авторский какой-нибудь секрет нельзя, это пока ничего, да? Так что, послушать, в смысле поставить? Ну, сыграть сейчас. Ну, сыграть я... Это возможно или нет? Да, конечно. Да, серьезно? Ну, что-нибудь из этого альбома. Я вам в прошлой передаче уже сыграла из этого альбома, сейчас я вспомню. Просто мы записали гораздо больше композиций, чем вошло в альбом. В альбом вошло 10 композиций всего. А у меня, ну, гораздо больше материала. А ну тогда сыграю, что сейчас на душу ложится? Хорошо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Да. Субтитры подогнал «Симон» 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 Да, я, кстати, использую. Прием, да? Ну да. Высильный. Вот так вот. У меня есть такая композиция «Праздник», но сегодня, наверное, не буду. Еще хотела сказать, что недавно мы провели два больших концерта, в которых Оля участвовала. Да, это тоже классный концерт. Мы будем строить Божий храм. Это такое движение. Здесь, в Петербурге, есть такая идея построить храм царя Давида Псаломопевца, покровителя всех творческих людей этого города, не только этого города. Потому что мы часто забываем, да, забываем и поминать их, и молиться за которые сейчас. Вот, ведь среди них много православных людей, правильно? Это же наша культура. И если будет такой храм царя Давида Псаломопевца, и Оля там открывала, и ночью вот арфа присутствовала постоянно на этом концерте. Мы будем строить Божий храм, так как царь Давид, он играл в Псалтире. А это десятиструнный инструмент, очень похож на арфу. Прародители арфы, да. Наверное, да, и есть прародители арфы, в принципе. Вот, и арфа, как бы, я так уже смотрел, она стала символом наших таких. Теперь вот мы будем большой концерт проводить осенью, еще больше в зал. Мне очень нравится участвовать в ваших концертах, я прям рада. Все время душа радуется, что если еще и храм, когда построим, вообще я прям буду ходить, и счастлива буду от того, что он... А там у храма будет небольшой концертный зальчик, и там можно будет выступать. Здорово. Я обязательно к следующему концерту подготовлю программу с оперной вокалисткой, и мы сыграем Аву Марию. Это будет здорово, мне кажется. На следующем концерте, да? Угу, я уже. Здорово. Видишь? Да. Здорово. Хочется. А мне еще желание, мечтаясь с тобой вместе что-то сыграть, или ты бы так подыграл, или я бы где-нибудь пару нот добавил в твои произведения. Надо. Да. Так никак не встретиться. Да, надо порепетировать. Не встретиться. Ну что, встретимся. Я мимо вас проезжаю просто. Ну что, встретимся. Надо запланировать. Да. Ну сейчас уже. Это у нас, можно сказать, предварительные переговоры прошли. Да. Часовые. Сейчас вот сессию сдам. Да, да, да. И приеду к вам. Будем репетировать. Готовиться. На крыше у меня студии. Да. На крыше храма. Супер вообще. Записаться бы в вашей студии, вот это здорово, мне кажется. Просто записаться на крыше храма, это просто космос. Да. Вообще. Вселенная. Прям. У меня вообще вот желание и мечта есть помогать музыкантам. И те, которые не могут выйти, вот много очень талантливых людей в Петербурге и в разных городах, помогать им, ну, создавать такие какие-то продукции. Ну, вот очень важно человеку иметь диск. Вот ты 8 лет, да, человек к нему шла? Да, конечно. Вот. И вдруг, когда ты его, ну, у тебя в руках будет, это будет какая-то такая точка, знаешь, это будут ощущения. Ну, да, конечно. Хотя там ты будешь, конечно, недовольна. Переход на следующий. Зачастую. Ты как бы уже можешь эту музыку как-то уже так оставить и переходить уже к следующей. Когда все записываешь, ну, да. Такой рубикон. Ну, это очень... Я недоволен. Я так ничего не считаю, что я еще ничего не записал. Вот. Ну, вот сейчас появилась студия и думаю, что там можно будет посидеть, со звуками поработать. Ну, нужно еще звукорежиссер, чтобы хороший. Ищу звукорежиссера, еще. Молодого человека. Надо написать бегущий строк, он еще звукорежиссер. Спойте мне песню тоже, пожалуйста. А, значит, ну, ты заказывала, да? Мою любимую. Любимую, да? Да. Для наших телезрителей, для Ольги Максимовой исполняется эта песня. Она написана в Петербурге. И вот я рисую город на песке. Я рисую город на стекле. Я рисую храмы и святые. Знай, этот мир лежит возле. Знай, у меня есть только ты. Я рисую город на песке. Люди, море, птицы, облака. Знай, все лежит в твоей руке. Там, на перекрестке зла добра. Там, на пике смерти и любви. Город мой злато-серебра. Мне нарисовать, благослови. Золотое солнце в небесах. Золотые птицы в облаках. Золотые песни на устах. Рады золотая в образах. Я рисую город на песке. Я рисую город на стекле. Я рисую город на песке. Я рисую город на стекле. Я рисую город на стекле. Здорово. Спасибо. Вам спасибо. Вот так и будем дальше жить. И так. И концерты сейчас. И на крышах, и в залах. Вообще у меня давно очень не было концертов. Очень давно не было концертов. Последний концерт у меня был сольный в ноябре. А, сольный. А так ты в каких-то мероприятиях участвовал? Ну вот, да. Периодически. То там, то здесь играю. Но сольного давно не было. Потому что я записывала альбом. Готовлюсь. Я думаю, уже будет большой премьерный концерт. Скорее всего на крыше. Ближайший. Летом. Вот. Надо будет следить. Я хочу попасть на этот концерт. Здорово. Уже билеты, наверное, разобраны. Да еще и неизвестно когда даже. А на какой крыше приблизительно? Даже не знаю на какой. Просто вот конкретно Roof Music Fest, это такой фестиваль, как бы крышный, который у нас в городе. Он получился с меня. Мы когда-то начали его просто на крыше, которая была... Нельзя вообще-то было выходить. Наш друг, он, ну, Рухер так называется, выходит на крыши и вводит там экскурсии. Но у него есть ключи от крыши, от некоторых договоренностей там с людьми. И вот, и он решил там сделать, как бы, концерт. У меня есть директор. И они договорились вот с... И решили мне сделать концерт на 20 человек буквально. И вот сначала они хотели по 5 человек на эту крышу, как бы, запускать. А потом что-то так плюнули. И все 20 человек одновременно поднялись на эту крышу. Причем было, как бы, непонятно, на какую крышу. Вот люди купили билеты просто на какую-то крышу. Они там их встретили в метро, привели к дому и поднимали. И бабушки какие-то увидели, что... Позвонили в милицию. 20 человек, да, поднимаются на крышу. Они обалдели. И закрыли нас с другой стороны на замок. А у меня концерт. Мы-то, как бы, играя себе на арфе. Люди слушают, все довольны. Крыша на Петроградке очень высокого дома. Но, действительно, туда, не знаю, обычная крыша жилого дома. И пришла милиция, нас забирать. А у меня как раз... Я тогда была очень начинающим артистом. И у меня было вот 40 минут. И я 40 минут эти доигрываю. И понимаю, что мне играть-то больше нечего. И тут как раз подходит организатор и говорит, извините, пожалуйста, у нас вот такие дела. Проблемы. Да, по техническим причинам. Если вы надели наручники, отобрали арку. Нет, на самом деле, мы все так... Люди начали спускаться. Ну, а милиция видит, что все очень приличные, красивые девушки. Там, мужчины, никто не пьяный. Все абсолютно... У всех спрашивали, что вы там делали. Они говорят, мы слушали концерты. И все так, знаешь, спускаться. И в конце я на каблуках, в длинном платье таком, с арфой спускаться. Они говорят, вы что там делали? Я говорю, так я играла на арфе. Они говорят, ну вы уж в следующий раз где-нибудь в другом месте играйте. Ну, мы пошли на набережную играть на арфе. В общем-то, продолжать концерты. И так начались вот эти концерты на крышах. Потом еще целый год мы делали мне концерты на уже оборудованном, на оборудованной крыше. Вот на Невском проспекте там есть отель такой небольшой. И сейчас ребята уже выросли до такого масштаба, что они приглашают очень известных музыкантов. И делают очень много разных концертов. И меня, даже я им, наверное, уже не так интересна, как другие. Но они меня поддерживают. Ну, зато ты первые. Да, они меня поддерживают, разрешают все равно у них играть. Как бы поддерживают меня рекламой, получается. Потому что это фестиваль уже меня перерос сильно. Тебе надо, значит, выше. Тебе надо на Газпромувскую забраться эту башню. И там дать концерт. У нас же нет задачи там куда-то забираться выше. В облаках. Вот альбом записала. Может быть, сейчас будет какой-то обратный. А, ну, это же будет презентация, да? Ну, да. Все-таки пока альбома нет у музыканта, наверное, действительно сложно стать известным. Потому что, ну, как ты? Если никто не знает. Ну, вот я вам поиграла лично. Вы меня послушали, вам понравилось. Да, и ты стала известной сразу. Ну, не сразу известной. Как раз только, получается, выгнут. Ладно, сыграешь что-нибудь. Потому что так, наверное, хорошо было бы, чтобы все-таки музыки было бы больше. Да, сыграю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 А у тебя никогда таких религиозных названий не было? У меня есть молитва, которую я написала для спектакля Юры как раз. Я просто уже играла в прошлой передаче Когда мы давно, еще три года назад Записывали Николаю Чудотворцу Посвященную композиции Возле моря она называется Но она посвящена именно ему Ну вообще на самом деле Все композиции у меня связаны Так или иначе с Господом Потому что Я его люблю Тебя мама Вере воспитывала? Людмила Ивановна, она верующий человек Да, конечно Больше всего, наверное, меня привела к вере Моя первая преподавательница Антонина Яковлевна Потому что она меня водила На исповедь Когда мне было 10 лет Она и сейчас очень верующий человек Правда, она сейчас волею судеб Живет в Америке Но она постоянно мне звонит И вот, например, я поступила в консерваторию Она говорит, обязательно поставь Благодарственный молебен То есть, ну, закажи И вот она до сих пор меня Как бы ведет по жизни То есть это благодаря ей Как наставник духовный Да, и она, получается, и арфовой, и духовной Это очень здорово, конечно Потому что Ну, вообще, откуда арфейстки-то берутся? Не знаю Арфейстками не рождаются? Ну, не рождаются, конечно Арфейстками становятся Потом и кровью Трудом, да? Ну, в основном Да как и все Наверное, всем Чтобы, если добиться каких-то высот Надо потрудиться сильно Я могу сказать, что я еще не добилась Вот, тружусь Дай Бог У нас передача заканчивается Хочется еще что-то услышать Такое прощальное, завершающее Возвышенное Вот я написала своему мужу композицию Да? Да Называется «Высшая радость и печаль» Потому что я до него страдала А он появился в моей жизни И у меня появилось много радости Вот Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо, Господи! Я тоже матушке своей посвящаю песни Композиции А мне матушка не то Она на арфе играть тебя не умеет Ну... Зато она верный, преданный Мой спутник и друг Наверное, музыкантам Нужен такой сложный Когда два человека Оба такие Мне муж очень помогает Потому что сейчас я много играю на арфе Он постоянно, можно сказать, отдирает от меня ребенка Который просто говорит Не играй на арфе, мама! Поиграй со мной Поиграй со мной в куклы Я говорю, это же моя работа И продолжай играть Как бы И в этот момент приходит Верный муж и забирает А время-то идет Как бы Надо постоянно поддерживать себя Ладно, время идет и уходит Да Божьей тебе помощи Спасибо большое Духовного роста, профессионального Новых композиций космических, вселенских Которые славят Бога, да Красота спасет мир И храм скорее нам всем построить Царя Давида Да Будем туда ходить Божьей всем помощи Христос воскресе, дорогие мои Поистину воскресе Божьей всем Чтобы было Божьей всем Божьей всем Божьей Смотрите